Девушки отдыхают Пришельцы среди нас. В Краевическом музее поселились марсиане. Об этом и не только расскажем в ближайшие минуты в эфире «Город». Здравствуйте. Закупиться ледянками, протереть объективы фотокамер и отправиться на главную городскую площадь стоит благовещенцам. Снежногородок в самом ее центре официально открыт. Скульпторы завершили установку и фигуры «Горок» и «Катка». Там же поставили торговые палатки и пункт проката коньков. Убедиться в безопасности и эстетичности «Снежной сказки» решили власти Благовещенска и наша съемочная группа. С разбега, не соблюдая дистанцию и без какой-либо ледянки. У четырехметровых «Горок» на улице Краснофлотской ажиотаж. Школьников из Серышевского района освободили от уроков. Привезли на экскурсию в Благовещенск. Начали ее, конечно же, с посещения снежного городка. 12-летняя Дарина расстроена. В родном селе Томском подобного нет. Так что настроена вдоволь накататься на горках и рассмотреть все фигуры. Ощущение радости какой-то, не знаю. Просто душа как бы радуется. А фигуры успела рассмотреть? Да, успела. Какие понравились? Мне, например, понравилась вот эта скульптура. Тут нарисован. Тут сделана как бы птица. И она очень красивая. Вандалам в городке тоже многое приглянулось. Правда, скульпторы успели замести следы преступления. Восстанавливать пришлось ледяные звездочки. Они украшают верхушки, ворот главной площади. И еще кое-что. Голова там была где-то на скульптуре отломана. Ну, она, может быть, по трещине кто-то ее отломал. Потому что, слава богу, подклеено, все сделали. Слава богу, пока еще ничего такого. Раньше больше ломали как-то. Ожидают специалисты и то, что придется рихтовать площадку с катком. Ее открыли в четверг. Наплыв катающихся здесь замечают вечерами. Днем по льду разве что специалисты управления ЖКХ прошлись. Но коньки не взяли. Вместе с мэром сконцентрировались на общем виде городка. Валентина Калита осталась довольна. Призналась, на каникулах придет уже в качестве отдыхающей. И фигуру фаворит выберет. Я еще не все успела посмотреть. Я знаю все в эскизах. Мы утверждали каждую фигуру. Но насколько она нашла воплощение здесь. Но я хочу сказать, конечно, даже то, что мы видим. Много экспериментальных работ. Я хочу сказать, что очень многое художники, скульпторы делали впервые технически. 35 фигур, несколько горок для горожан всех возрастов. Каток ждут своих гостей. Простоять должны минимум до середины февраля. Посетить нужно обязательно. В следующем году возможности построить подобное не будет. Площадь закроют на реконструкцию. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город». В 2020 году глобальную реконструкцию переживут и несколько десятков городских магистралей. Контракты на их ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» уже заключили. Самые масштабные изменения коснутся трех отрезков. На Воронково от Новотройского шоссе до Тепличной уложат ливневую канализацию, полностью заменят дорожную одежду, нанесут разметку, фандернизируют освещение и установят новый светофор. Отремонтируют и отрезок Калинина от Краснофлотской до Тенистой. Здесь, кроме укладки нового асфальта, запланировали замену тротуарной плитки, установку дорожных знаков. Капитально отремонтируют дорогу и на путепроводе в районе пересечения Загородной и Северной. На какие еще участки Благовещенских магистралей зайдут рабочая и тяжелая техника, станет известно в начале Нового года. Семь ребят из Благовещенска получили подарки до Нового года. Еще около 50 станут их обладателями на днях. Дедом Морозом для ребятни решил стать депутат по 4 округу Сергей Чоботов. Первым делом он навестил детей из малоимущих семей на улице Партизанской. Кому угодил на 100%, узнаете из сюжета. Здравствуйте. Здравствуйте, детишки. Без бороды и красного кафтана, зато с мешком подарков. Заранее, не договариваясь с родителями, депутат по округу угодил каждому из 4 ребят, живущих в первом подъезде. Все они по случаю собрались в квартире старшей дома. Восьмилетняя Арина Комиссарова открывать яркую коробочку принялась тут же и пробовать то, что внутри. Я себе хотела на Новый год заказать такие же конфеты. И вот я думала о них, а хоп, когда я залезаю в пакет, у меня там такие же конфеты, о которых я мечтала. Рома Федотов конфеты тоже любит, но больше всего хочет попросить у Деда Мороза подарок для мамы. Ну, я хочу попросить компьютер маме. Просто мама хочет очень новый компьютер, потому что у него компьютера нет. Ну, себе я хочу телефончик по новее своего старого, который разбитый и лагает. Не терять веру в чудеса попросил детей Сергей Чоботов. А ребята, в свою очередь, просто так гостя не отпустили. На перебой начали рассказывать стихи и делиться радостью. Мне повезло. Я болею. Я завтра только схожу на ёлку и ещё каникулы. На каникулы скоро отправятся и трое ребят из семьи Ляминых, что живут в соседнем подъезде. К ним депутат тоже заглянул. Самый младший, Максим, большую часть конфет отдал маме, чтобы она тоже почувствовала приближение праздника. Вместе с детками, конечно, мы очень счастливы, что действительно к нам в этот раз постучался настоящий Дедушка Мороз. Дети в основном просят сладкие подарки. У них нет большого запроса. Заготовили больше 50 подарков. Если понадобится, конечно, ещё будем докупать и поздравлять. Потому что детям надо стрелять радости в преддверии Нового года. Дарить новогоднее настроение детям на своём округе Сергей Чоботов планирует вплоть до 29 декабря. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». В Благовещенске прошло больше сотни утренников для воспитанников детских садов и школьников. Впереди ещё 500. Власти планируют охватить праздничными мероприятиями более 40 тысяч юных благовещенцев. Торжества для детей продолжатся и после 31 декабря. 4 января у нас пройдут две рождественских ёлки в 10 часов для детей опекаемых, для детей инвалидов. Примет участие 100 детей. И в 12 часов для детей опекаемых также примет участие 100 детей. Все они получат у нас подарки. Подарки вручат и победителям конкурсов на лучшее новогоднее оформление территории доу или школы и лучшую новогоднюю игрушку. Их итоги подведут 27 декабря и пригласят всех, без исключения учеников, на школьные катки. Их в этом году 14 и работать они будут каждый день. На новогодних каникулах всех желающих будут ждать и в бассейне «Надежда». 4, 5, 6 и 8 января стоимость посещения снизится ровно наполовину. Для взрослых она составит 200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 100. Помогли организовать крупнейшее деловое событие года, заслужили похвалы. Благодарность за проведение Амурского экономического форума благовещенцам выразили городские власти. Так или иначе, мы все делаем одно большое дело, поэтому всех хочу поздравить в преддверии Нового года, наступающего, с праздником. Пожелать всем семейного тепла, благополучия, здоровья и счастья. Напомню, Амурский экономический форум проходил в Благовещенске в ноябре, одновременно на нескольких площадках. В его рамках организовали около семи сотен мероприятий. Особо активных лично поблагодарил заместитель мэра Максим Ноженкин. Дипломы получили два десятка человек, среди них и руководство телекомпании «Город». Обсудили литературные тенденции амурских авторов и просто душевно побеседовали. Благовещенцы пообщались с белорусским поэтом в режиме онлайн. Видеотрансляция соединила городскую библиотеку с Брестом. На связь в скайпе вышел Николай Александров, поэт, историк, краевед и редактор журнала «Брестский курьер». Последний, правда, литератор уже закрыл. Об этом рассказал в ходе встречи. На телемост мог прийти любой желающий. Среди них оказались сотрудники читальни и ее постоянные посетители. Кстати, эта встреча уже вторая. Первая была с известным автором, с Жволевским, чьи книги достаточно популярны и есть во всех библиотеках. Такие встречи у нас были с армянскими писателями, азербайджанскими писателями. И уже совсем скоро, в январе, у нас будет встреча с армянской детской писательницей, но также в режиме телемоста. Потрогать столетние самовары, полистать советский букварь или альбом со старинными семейными фото, горожанам предложили на выставке коллекционеров в одном из торговых центров. Антиквары съехались со всей области. Что изображено на самом дорогом значке и чья местная выставка оказалась лучше подобных столичных, узнаете из сюжета. Вообще, у меня был такой травм. Это красный. А это пинтар. Советские игрушки, книги, учебники, еще монеты, марки, открытки, старинные фотографии, вывески, посуда, самовары. Семь десятков амурских коллекционеров впервые показали предметы своей гордости на официальной выставке. Не в музее, где их сокровища мог увидеть узкий круг увлеченных горожан, а в крупном торговом центре, куда ходят все без исключения. Я бы московским коллегам еще бы у нас порекомендовал поучиться. В организации мероприятий, в расстановке столов, как это преподнесено, во-первых. И еще, сколько я посещаю мероприятий в Санкт-Петербурге, в Москве. Они у нас, люди, одеты все. Вот обратите внимание, в пиджаках, в галстуках ноги, в белой рубахе. Там вот в центральных городах одевается коллекционер поскромнее. Это все оригиналы. В лавке антиквара Эдуарда Помирского на космическую тему открытки и марки. На монетах «Животный мир», на значках «Малая Родина», «Райчихинск». Последних всего 30. Самые дорогие значки пограничных войск. За один такой на аукционе Эдуард выложил 7 тысяч рублей. Продавать их ни при каком раскладе не планирует. А вот пополнить коллекцию готов. Уже кое-что присмотрел на соседнем прилавке. Есть кое-что, что меня интересует и присутствует в настоящее время здесь. Это спичечные этикетки фабрики «Искры». Есть один коллекционер, которых нет у меня. Возможно, я у него их приобрету сегодня. Ни с одной из полусотни пехотных лопат не готов расстаться и Евгений Козлов. Их он коллекционирует около 20 лет. В основном покупает на сайтах или обменивается с коллегами. Самые старенькие в его коллекции – лопаты царской России. Их отличительный знак – клепки. Есть и более поздние экземпляры. Есть и Швеция, и Финны, и Болгария, и Польша, и Великое Отечественное Россие, и Великое Отечественное Германие. Все это переплетается. Это все эхо истории, эхо войны. Наталья Белоноженко не смогла оторваться от экспозиции Руслана Башмукова. Люди на старинных фотографиях, говорит, живее всех живых. Уверены, те, кто сохраняет историю, заслуживают большого уважения. А их выставки – не меньшего внимания. Может, каждый, я думаю, найти для себя что-то интересное, послушать патефон, посмотреть плакаты старые, книги старые, которые были в далеком СССР. Очень приятно было увидеть книги про Благовещенск современные, с историческими ссылками, с письмами. И уже так думаю, что надо домашний архив такой приобрести. Алена Лепкалова, Андрей Белый. Программа «Город». И еще один благовещенский коллекционер подселил в подвал Краевического музея «Марсиан». Выставку необычных и фантастических существ организовал Виталий Гущенко, автор проекта «Дом вверх дном», что в городском парке. Собирал экспонаты по всей России. Кто из пришельцев умеет исполнять желания и частью какой семьи можно стать, посетив экспозицию, узнаете из сюжета. Это дух нашей выставки Ичи. Вот у него шея сделана. Видите, это горный хрусталь. Маска из глины сделана. Тоже ручная работа. Ичи охраняет выставку, а трогательный геша приносит прибыль и исполняет желания, если погладишь его по деревянному пузику. Необычных космических существ в подвале Краевического музея несколько десятков. Поселил их сюда Виталий Гущенко. Выписывал пришельцев, марсиан и других обитателей вселенной у мастеров со всей России. Дорого ли? Уточнять не стал. Наверное, это не важно для коллекционера. Назовем это так. Но я назову примерно, что в среднем кукла стоит, допустим, 13 тысяч рублей. Я примерно вам цифры говорю. То есть чуть больше, чуть меньше. Ну, то есть в зависимости от формы и от сложности работы. Сложными выглядят и фотозоны, которые Виталий вместе с дизайнерами поместил в экспозицию. Вот это доказывает, в космосе тоже бывает Новый год. Тут тебе и елки из оракала, и летающая тарелка, и марсиане в уютных зимних пижамах. Новогодний снимок можно сделать и в этой фотозоне в окружении семьи марсиан под заснеженной елкой. Есть даже возможность стать одним из них. Для этого достаточно надеть шлем. Скажите, сыр? Сыр. Но если марсиане, муркроты со второго кольца Юпитера и Лизойкин раса из лесов планеты Патча существа выдуманные, то во втором зале, который назвали артефакты «Милые кости», есть вещи, существующие в действительности. Это у нас такая комната останков таких фантастических марсианских существ. Мы ее так называем. Здесь есть сертификат подлинности метеорита, есть настоящий лунный камень. Из придуманного здесь только череп чужого. Посмотреть на него и другие экспонаты выставки «Марсиане» в подвале Кровеческого музея можно будет до мая 2020 года. После Виталий планирует переселить свой космос в отдельное помещение. Какое, пока держит в секрете. Анжелика Павлова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Окунуться в праздничную атмосферу и не забыть о физподготовке. Горожанам помогут мероприятия ближайшего уикенда. Куда предлагают сходить и на что посмотреть, расскажем в нашем анонсе. В полдень субботы купить подарки для близких или просто посмотреть, что создают своими руками благовещенские мастера, получится на предновогоднем городском маркете. В 14 часов музей-мастерской Александра Тихомирова научат создавать елочные игрушки в технике «Флюид». В 16.00 Народный театр «Дебют» приглашает в ОКЦ. Артисты покажут концерт «Приключения Маши и Вити» в новогоднем лесу. В воскресенье с 12 часов в спорткомплексе «Амгу» начнут соревноваться рукопашники. В это же время цирковая студия ОКЦ покажет концерт «Однажды в зимнем царстве». Часом позже в Олимпе за кубки поборются любители тяжелой атлетики со всей области. В 3 часа дня детский интерактивный утренник «Три богатыря и Новый год» начнется в одном из торговых центров города. В 16.00 артисты Амурского драмтеатра предлагают посмотреть зимнюю историю «Новогоднее чародейство». Вечер выходного дня коллектив нашей редакции приглашает провести у телевизора. Итоговый выпуск отнимет у вас всего полчаса свободного времени, зато расскажет о самых главных событиях недели. Так что в Игнатии вас служит на благо российской авиации уже больше 50 лет. И кажется, ей пора на пенсию. Приемницу для нее уже готовят. Вон там. Чем будет хороша новая взлетка? И какую машину ради нее в регион привезут впервые? Что рабочие судостроительного завода готовят к отправке на Камчатку? И почему актерам театра «Кукол» приходится работать двумя составами? Ответы на эти вопросы найдете в сюжетах наших корреспондентов. Они разузнали все в деталях. Субботний выпуск итоговой программы смотрите на канале «Город 24» в 18.20. Воскресенье его повторят в 10.20 утра и после 8.00 вечера. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp. И они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин